Великий, могучий и ужасный. Именно таким по замыслу проармянских кругов Кремля должен был казаться всем Рубен Варданян, засланный в крабах якобы для укрепления духа горски армянских сепаратистов. Но то, что мы видим сегодня, в очередной раз доказывает, что даже вытянутый за уши из грязи и превращенный в московского олигарха армянский торгаш без столичного лоска, сразу становится жалким, никчемным, мелким лгунишкой, способным только жаловаться на всех и вся и умолять подать на пропитание. Особенно ярко все вышеперечисленные качества проявляются в тандеме Варданян-Арутюнян. Эти два псевдополитика напоминают дешевую копию мировых брендов, наспех шитых где-то в провинции Хуанчжоу Поднебесной. При этом, жалуясь и моля о помощи, они еще и не стесняются распространять по всему миру откровенную ложь. К примеру, всерьез хотят сказать, что до переезда Варданяна в Ханкян-Ды здесь обитало 119 999 армян. Потому что, если верить их лжи, как только Варданян, оставив недвижимость в Москве и Европе, переехал сюда, количество армян в Карабахе внезапно достигло круглой цифры – 120 тысяч. Стоит ли говорить, что даже на принудительном митинге в Ханкян-Ды, куда чуть ли не тумаками согнали военных и полицию в гражданской одежде, присутствовало далеко не 120 тысяч человек, и даже не 20. Безусловно, на небольшой части азербайджанских земель, находящихся под временным контролем российских миротворцев, есть граждане армянского происхождения. И если общее количество сепаратистов и военных не дотягивает и до 20 тысяч, то мирного населения армянского происхождения в Карабахском районе Азербайджана в разы меньше. Другая нелепая сказка, тиражируемая вот уже почти две недели, в течение которых проходят акции азербайджанских экоактивистов, это якобы гуманитарная катастрофа, от которой страдают мирные армяне, голодающие и внезапно тяжко заболевшие. При этом сил на то, чтобы хватать оружие и устраивать провокации, у якобы голодных, замерзших и больных сепаратистов хватает. И тут возникают резонные вопросы. Понимают ли сепаратисты, что в случае ответа на их провокации, так называемые власти, то есть те самые китайские подделки, варданян и аруцюнян убегут первыми? Благо им уже точно есть куда податься на награбленные ими деньги. А куда побежит остальная шушера? В Армению. Вряд ли их встретят там с распростертыми объятиями, особенно после того, что там устроил Кочарян. Да и власти Армении уже открестились от сепаратистов, заявив, что вопрос с жителями Карабаха должны решать Азербайджан и российские миротворцы. Так что выхода нет, и выбора тоже не осталось. Что бы там ни имитировал пришлый аферист и прохиндей с Рублевки.